Добрый день! Сегодня мы рассмотрим шестислойную пирамидку, вернее Magic Tower от компании Sengso. Называется Six Magic Tower. Шесть слоев, четная модель. Мы уже обозревали версии 3х3, 4х4 и 5х5. Пришло время 6х6. SY 0.15, код товара. Напомню, что у четырехслойной было SY 0.14. А у пяти слойной SY 0.10. Где-то вот еще что-то по пути у них потерялось. 10, 14, 15. Еще три модели каких-то было. А я даже догадываюсь, кто это были. Это, наверное, циркулярные всякие тетраэдры, кубики. Они ко мне уже едут. Возможно, уже приехали к моменту публикации этого видео. Давайте открывать. Здесь все аналогично. Коробочка красивая. Инструкция тоже подробная. Тоже я без нее обошелся. На всякий случай покажу. По-английски, по-китайски. Даже не вникал, что там есть. Удалось собрать самостоятельно. Головоломка понравилась. Открываем. Шестислойный Magic Tower. Крупная. Если у нас 3, 4, 5 примерно одного размера, то шестислойная, она уже покрупнее. Здесь похожий механизм четной пирамидки, как было в 4х4. Но что мы видим? Если у 4х4 стандартный центр был разделен на 3 элемента, а ребро на 2, то у шестислойный еще каждый вот этот разделен на 4 элемента, а ребро еще пополам. То есть ребро из 4 элементов, а центр получается из 12. Но тем интересней. Здесь все те же самые механики, что в 4х4. Но центр собирается, естественно, подольше. И получается новый интуитивный алгоритм, который в 4х4 не нужен был для сборки последних двух центров. Давайте смотреть на практике. Вращается, мне кажется, даже получше, чем 4х4. Быть может, я больше просто собирал. За исключением вот этого вот уголка. Он крутится потуже. Здесь такое же благородное вращение. Не как на 5х5. Мне нравится. Я вращал аккуратно, постепенно. И у меня ничего не рассыпалось. Все хорошо. Никак не настраивал. Просто аккуратно собирал несколько раз. Очень хорошая пирамидка. Не сильно дорогая. Но, конечно, могла бы быть и подешевле. Но, по-моему, своих денег стоит. Экономить, покупать какую-то одну модель я не стал. Поэтому купил все. Будет версия 7х7. Обязательно возьму. Мне вот эта линейка нравится. Такая немного необычная. Пусть и элементов меньше собирается быстрее. Но позволяет как-то немного по-другому что-то собирать. Ну вот, перемешали. Форму уголомка не меняет. Как и все остальные Magic Tower. Начинаем собирать. Можно собирать по-разному, полосочками. Но мне показалось оптимальным сначала собрать вот один такой центр из четырех элементов. Ну, как на 4х4. Мне показалось это наиболее простым. Для этого нужно два таких элемента и два таких. И они как раз стоят рядом. Но если их нет, их нужно собрать. Вот такую вот стрелочку собираем. И далее собираем две полоски. Такую и вот такую. Так, кладем сюда в ладонь, чтобы не потерялось. Собираем три элемента. И еще получилось четыре. Объединяем вот с этим. И собираем недостающую полоску. Ну, тоже интуитивно. Главной особенностью и отличием от обычного 6х6 является то, что вот сейчас вот нужно вот сюда что-то вставить. Но мы можем вот это сюда отправить, а это уже нет. Ну, можно, конечно, сделать вот так. Но тогда мы сломаем то, что собирали. Поэтому приходится вот так вот разворачивать и подставлять с другой стороны. Ну, в итоге, интуитивно можно любыми способами собрать желтый центр. И дальше собираем любой. Ну, какой проще. Я поищу, если тут какая-то готовая стрелочка. Ну, вот, можно зеленым быстро собрать. И для зеленого центра нужно еще две полоски. Видимо, здесь вот много элементов. Кстати, можно делать вот так. Здесь будет три. Все это, конечно, удачно. Давайте пока так отбросим. Да соберем какую-то одну полоску. Нет. Собирается легко и быстро, но из жадности иногда хочется все сохранить. И собираешь медленнее. Поэтому жадничать не нужно. Просто собираем зеленый центр где-нибудь. Так. И все. Желтый, зеленый. Вместо зеленого можно было собрать другой. Напомню, что, как и в 4х4, здесь возможны два вида паритетов. И первый из них решается на этапе сборки центров. Нужно не только собрать центры в нужном порядке. А именно желтый, зеленый, синий, красный. Ну, желтый, синий, красный, зеленый. Ну, и еще на нужных гранях. То есть, вот мы два собрали. Теперь нужно расставить их по своим граням. Где у нас желтый? Желтый у нас вот здесь должен быть. Расставляем сразу. Желтый центр. На желтую грань. Ну, также можно развернуть уголки. И одним пиф-пафом желтый сюда переместить. И дальше смотрим. Объединяем уголки одного цвета. Вот зеленый. И зеленый центр стоит на своем месте. А значит, уже опасность предотвращена. То есть, центры стоят на своих гранях. Остается просто оставшиеся два собрать в нужном порядке. Я изначально на 4х4 пренебрег вот этим условием, что нужно на своих гранях собирать. И получил в конце необходимость переставлять три элемента. А такое на пирамидке 4х4 не решается. Кстати, вот на 6х6 я не пробовал. Вдруг получится. Хотя, наверное, вряд ли. Не получится и здесь. Так что нужно именно на этом этапе. Давайте я сейчас смоделирую ситуацию, когда паритет все-таки здесь есть. И его нужно решить. К примеру, вот так. У нас также собраны два центра. Желтый и зеленый. Ставим желтые уголки на одну грань. Центр туда же. Можно пиф-пафом. И далее доворачиваем. Чтобы вот уголки боковые тоже совпадали. То есть, желтые у нас теперь снизу. Боковые совпадают. И смотрим, что у нас зеленый центр на синей грани. А это плохо. Это неправильно. Это надо менять. Как менять? Нужно отсюда элементы переставить на зеленую грань. И я когда-то делал много лишних движений. А на самом деле можно было сделать меньше. Ну, в 4х4 я уже показывал. Так что повторюсь. Мы просто берем вот этот зеленый блок из четырех центров. И ставим на зеленую грань. Поставили. Отвели в сторону. И вернули на место. Ну, а здесь уголки как-то уже перемешались. Но мы все равно вот этот центр сюда поворачиваем. И оставшиеся восемь элементов сюда просто подворачиваем. Все. Замена совершена. И теперь у нас, ну, здесь была желтая грань. А здесь, значит, будет зеленая. Можем спокойно собирать остальные центры. А здесь уже должно быть все хорошо. Можем проверить. Хоть это и не обязательно. Собираем опять желтый. Ставим центр. И видим, что зеленый между зеленых уголков. Напомню порядок цветов. Желтый. Синий. Красный. Зеленый. То есть после зеленого должен быть синий. Ну и собираем здесь, значит, синий. А здесь вот эти два центра удобнее сначала собрать как на 4х4. То есть вот эти три внутренних элемента. А потом уже собирать крайние. Можно по-разному, но мне показалось так быстрее. Мы обращаем внимание только на три центральных элемента. Здесь два синих есть, а должны быть все синие. Как на четверке. Ставим вот так. Выбиваем вот этим вот элементом. То есть этот ставим на место полоски. Подворачиваем. И возвращаем. В итоге желтый, зеленый у нас на месте. А синий треугольничек собрался. Далее мы собираем как 5х5 все, что можно собрать. Вот здесь есть какой-то блок. Ну, здесь не очень красиво. Конечно, все вышло. Ну да ладно. Как-нибудь сейчас сгруппируем. Так. Ну, предположим, что это вот такая. А это отдельный кусочек. И нам нужно вот это отправить сюда. Для этого мы просто один элемент сюда отправим. Каким-нибудь нехитрым способом. Вот так. И предполагаю, что это более-менее целая полоска. Заберем. То есть как в 5х5. Дальше нам остается перестановка вот таких вот половинчатых элементов. Которых в 5х5 не было. Ну и здесь как раз все нужные ситуации нам попались. Нужно переставить один верхний, другой нижний. Меняем сначала вот этот красный. Вот с этим синим. Для этого я адаптировал алгоритм 6х6. Меняем вот этот верхний. Вот с этим верхним. Передняя и верхняя грани. Вращать будем вот этой. То есть поднимаем. Образовалась полоска. Поворачиваем движением U. Выдвигаем теперь вторую полоску вверх. Отменяем движение U-штрих. Отменяем подъем вот этих двух граней. Поворачиваем U. И все. Ну как в 6х6. Трицикл. На самом деле перемещаются три центра. Но мы видим только два. Аналогично меняем два нижних. Вот этот с этим. Также поднимаем здесь два. Образовалась полоска. Движением U-штрих ставим ее вертикально. Выгоняем вторую полоску. Получилась такая картинка. Движение U. Опускаем вот эту полоску. Движение U-штрих. Опускаем вторую полоску. Ну, интуитивно можно и другими способами. Но так мне тоже показалось оптимально. То есть сначала собираем три центральных. Далее собираем как 5х5 все, что собирается. И позже дособираем вот эти вот средние боковые центры. Можно, конечно, вот эти уголки оставить на потом. То есть сборку 5х5 сделать позже. Но разницы, я думаю, никакой. А так смотреть приятнее. Дальше мы как в 5х5 собираем ребра. Только здесь будет не три элемента, а четыре. Ну, кстати, вот две пары уже найдены. Можно как в 4х4 собрать. Объединили. Заменили на несобранный. Вернули центры. Видим два желто-красных, два зелено-красных. Кстати, вот тут еще зелено-красный есть. Можно с него начать. Вот у нас два тут, один тут. Особенностью гололомки, напомню, является то, что мы не можем один вот этот элемент повернуть вот сюда. Не поворачивается. Можно два. Сейчас нам это не важно, так как этот не нужен элемент. Потому что можем себе позволить. Либо придется делать движение вот этими элементами вот сюда. Ну, что по сути равнозначно. Далее заменяем вот это ребро на какое-то несобранное. И восстанавливаем центры. Ну, так продолжаем, пока все не соберется. Три зелено-красных. Ищем еще один. Вот он есть. Вставляем зелено-красный сюда. Получаем готовое ребро. Будет уже второе. Заменяем на несобранное. Возвращаем. Кстати, ситуация из 5 на 5. Два средних собраны. И можно при помощи флипа дособрать вот эти вот элементы. Делаем вот так. Объединяем. Отводим. Делаем флип. Возвращаем. Вот еще одно ребро готово. Ну, чем больше ребер собираем, тем меньше элементов остается. Это логично. Дальше. Видим желто-красный. Вот этот можно поставить вот сюда. И заменить вот на это ребро. Пробуем. Так. Вот так. Тройное желто-красное. Здесь главное не распыляться. Взяли вот одно ребро. Надо его дособрать. Так будет практичнее. Объединяем. Желто-красное. Заменяем вот на это. Так. Готово. Ну и остается как в 5 на 5. Что-то здесь надо собрать. В конце, возможно, и другие ситуации. Давайте что-нибудь поинтереснее смоделируем. К примеру, вот такая. Сложных ситуаций, как на 6 на 6, здесь нет. Поэтому все в один флип должно решиться. В один. Может быть в два. Да. Скорее всего в два. Что мы видим? Здесь два желто-синих. И здесь два желто-синих. Мы можем, к примеру, вот этот синий-зеленый поставить вот сюда. Для этого мы выдвинем вот эти свободные места к нему поближе. Развернем флипом вот это ребро. И вернем центры на место. Ну, в итоге мы вернулись к ситуации из 5 на 5, которую просто дорешаем. Так. Ну, как и делали в 6 на 6, можно сначала собрать средние элементы, а потом получить как 5 на 5. Так тоже делать можно. Дорешиваем. Так. Ну, далее собираем как 3 на 3. Давайте с красного. Так. Зеленое ребро развернуто. Здесь, конечно, пиф-паф уже так быстро не делается. Проверяем, кстати, будет ли у нас сейчас паритет. Напомню, что в обычном Magic Tower, нечетном, да и пирамидке, может быть ситуация, что все 3 ребра стоят на месте, либо все 3 не на месте. Если у нас не так, то значит у нас паритет. Проверяем. Ребро не на месте. Ребро на месте. Ребро не на месте. Да, у нас паритет. Это ребро на своем месте просто развернуто. Мы можем, к примеру, развернуть пару ребер, чтобы получить какую-то более знакомую ситуацию. Вот, это ребро развернулось, на месте стоит, а вот эти два местами нужно переставить. Ну, в 4 на 4 я показывал следующий способ, им я до сих пор и пользуюсь. Мы меняем вот эти два ребра, так же как в 4 на 4. Сначала вот эти два элемента ставим сюда, потом вот эти два ставим сюда. Начинаем слева. Flip. Возвращаем. То есть вот, уже пара элементов поднялась. И теперь вот эти два так же поднимаем. Делаем Flip. И отменяем. Решение паритета, а именно перестановка двух ребер по частям, разрушает этап 3 на 3, и его придется пересобрать. Так, первый слой собираем. На центры внимания, как обычно, пока не обращаем. Будет сюрприз. А сюрприза нет. Ну, центры тоже собрались. Давайте смоделируем, как будто они не собирались. Если мы на этапе сборки центров все делали правильно, то можем получить только одну ситуацию. Вернее, две. Одну мы уже получили, центра стоят на месте. А другая нужно четыре центра переставить. Решается тремя пиф-пафами. Меняем вот эти два. Один перед собой, другой снизу. Ну, и два вот этих тоже поменяются. Если у нас нужно поменять два центра местами, значит вы перепутали расположение цветов этих центров. Если нужно переставить три центра, ну, либо также перепутали расположение, либо вы не поставили центры на своей экране, как я показывал. В этом тоже секреты. Придется центры пересобрать. Но, что важно, можно пересобрать как четыре на четыре. То есть нам не надо разрушать полосками, а уже предполагать, что это не раздельные элементы. И все можно исправить в форм-факторе четыре на четыре. Это удобно, если вдруг вы где-то ошиблись. Ну, а здесь делаем три пиф-пафа. И все. Попробую также сделать сборку на скорости этой пирамидки. Посмотрим, что из этого получится. Ну, хотя бы менее десяти минут, думаю, сделать нужно. Ну, на время еще пока ни разу не засекал. Но если вы эту сборку уже видели, значит у меня получилось. Весьма рекомендую пирамидку 6х6, да и как и всю линейку. Ну, 3х3 можно взять исключительно для компании. А так 4х4, 5х5, 6х6. Все очень хороши. Вполне стабильны, приятно вращаются. Пусть не так быстро можно делать пиф-паф, как хотелось бы. Ну, из-за формы. Но собирать приятно. Жду более крупной головоломки из этой серии. Я думаю, нащупали нужный механизм производители. Так что ждать можно. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.